День добрый, с вами Елена Самодивка и Школа Волока Онлайн. И сегодня хочу вам напомнить, что 17 июля у нас заканчиваются специальные шерстевальные предложения на видеокурсы шерстеваля. Помните, 7 июля вместе с директором студии-шкатулочкой Олей Антропе мы вели спецвыпуск шерстеваля, где с нами участвовали мастера Алла Малахова, Катерина Коршун, Ольга Гуляева и Мария Иванова. Кроме прекрасных бесплатных мастер-классов, которые мы демонстрировали в прямом эфире, каждый мастер подготовил еще новые видеокурсы. Вот как раз распродажа этих видеокурсов заканчивается 17 июля. Много вопросов пишут мне и на почту, и на фейсбуке, и в инстаграме, на какой уровень рассчитаны мастер-классы, подойдет мне, справлюсь я или не справлюсь, есть вопросы к мастерам по каждому мастер-классу. Вот давайте сейчас разберемся. Для удобства все специальные предложения шерстеваля собраны в одном месте, на одной страничке. Ну что, начнем. Алла Малахова представила новый курс «Блуза кусочек черничного пирога». Сразу скажу, что этот мастер-класс доступен для начинающих. Прекрасный мастер-класс, чтобы освоить первые изделия, освоить ноновойлок. Ну а для тех, кто давно валяет, я думаю, тоже найдете массу каких-то интересных себе деталей и полезной информации. Второй мастер-класс «Пальто ромашка». Ну, этот мастер-класс мне лично очень интересен. Я-то уже давно валяю, и какие-то вещи прям меня здесь увлекли и захватили. Предлагаю вам посмотреть небольшое видео от Аллы, где она отвечает на вопросы по этому мастер-классу. Добрый день, дорогие друзья! И сегодня я хочу ответить на самый сейчас часто задаваемый мне вопрос. Что, если очень хочется сделать пальто «Ромашка», создать его, но мало опыта валяния и ни разу не делали одежду? Одна девушка даже мне написала, что так хочется создать это пальто, что это вопрос жизни и смерти. Представляете? Итак, что я советую? Ну, шаг номер один – это, конечно, приобрести мастер-класс. И я очень советую его весь посмотреть. Потому что на протяжении всех девяти часов я говорю о войлоке, я говорю о свойстве ткани, о свойстве шерсти, как она себя ведет. И вообще делюсь своими наблюдениями и делюсь своими мыслями вообще по поводу войлока. Поэтому, когда вы посмотрите полностью мастер-класс, у вас будет абсолютно полное представление. Потом, шаг номер два. Я предлагаю вам создать вот такую аппликацию «Ромашка». То есть разложить плоско, без шаблона, просто плоско на столе. Квадрат, например, я вот разложила 55 см, можно разложить 60 см. И самое главное, чтобы вы разложили его из той шерсти, из которой вы планируете создавать пальто. Ну, она может быть другой по цвету, но желательно та же Танина и тот же производитель. Разложить его той же раскладкой, как я показываю в пальто. И очень важно создать ровный край. То есть вот все открытые края, тоже как я показываю. Даже один край квадрата вы можете выложить, как я показываю, борт. Чтобы в результате убедиться, что вы про все правильно сделали. Потом, конечно, вы создаете «Ромашку». То есть шаг за шагом вы создаете аппликацию. И в результате, что мы получаем? Вы получите вот такую аппликацию, которую можно использовать в самых разных назначениях. Во-первых, это может быть вот такая милая интерьерная подушечка. Во-вторых, если ее сделать чуть меньше, это может получиться прекрасная аппликация для одежды. И это может быть аппликация на летнюю сумку, если вы сошьете, например, ее из плотного хлопка или из льна. То есть масса-масса назначений. Или на будущее пальто вы можете пришить ее, например, на карман или на спинку вместо одной из ромашек. И что вы получите, когда создадите такую аппликацию? Во-первых, вы убедитесь в своем коэффициенте увеличения выкройки. Вот здесь, например, я разложила тоже белый сливер, и у меня получился коэффициент, так же, как я говорила про пальто, 1,6. Вы убедитесь в своем коэффициенте. Вы увидите, какой у вас получится край. Вы увидите, как у вас будут работать ткани. Например, вы можете разложить одной и той же тканью лепесток. Один задрапировать, другой разложить ровно. Если какая-то ткань у вас вызывает сомнения, тем более вы убедитесь, как она у вас работает. Ну и, конечно, можете свалять жгутик и получить вот такую аппликацию. Итак, шаг номер один. Очень советую. Шаг номер два. Я бы очень советовала вам создать жилет. И еще лучше небольшой размер. Лучше для ребенка, ну не совсем маленький, а вот, например, возраст 8-12 лет. Прекрасный размер, который позволит вам разложить и шерсть хорошо, и, может быть, создать ромашку. И что вы тогда уже можете отрепетировать на жилете, да? Вы можете выложить карманы. Здесь цель наваленные карманы. То есть на жилете можно сделать карман. На одном кармане можно разложить ромашку. А, например, на спинку можно будет как раз пришить вот ту самую аппликацию. Что вам даст жилет? Во-первых, небольшая раскладка. Вам будет не так страшно. Во-вторых, вы научитесь делать боковые и плечевые сгибы. Увидите, как ведет себя на них шерсть. И увидите, какой вы получите результат. И, конечно, вы разложите горловину и разложите борт. И у вас будет прекрасный ровный борт. А еще вы можете отрепетировать застежечку. Да? Вот. Сделать пуговицы, как у меня. Или любую другую застежку, как я рассказываю в мастер-классе. На жилете вы можете, как я уже сказала, выложить ромашку, например, на кармане. А можете выбрать одну из ромашек, вот как на пальто. Да? И разложить тоже на спинке. И это будет прекрасная такая тренировка, прекрасная репетиция перед тем, как перейти уже к созданию большого пальто. Жилет можете даже сделать для себя, просто я советую сделать его покороче. Например, сделайте его до линии бедер. И вот так, это шаг номер один, шаг номер два, жилет. И вот третий шаг, это уже будет пальто. Когда вы будете во всеоружии, знать, как у вас работает коэффициент увеличения выкройки. Знать, какой толщины вы разложили шерсть. Может быть, вы захотите сделать чуть толще или чуть тоньше. Вы увидите, как ведут себя ткани. Как ведет себя строптивая органза, может быть. Как ведет себя тонкий шифон. И что-то на пальто уже исправить, дополнить и сделать так, как вам нравится. Вот мои советы. Итак, сейчас хорошая очень цена на мастер-класс. Я вас приглашаю. Вступайте в клуб любителей ромашек. Конечно, у нас работает закрытая группа, где вы можете задать любые вопросы и получить, конечно же, сразу ответ. Спасибо. Удачи всем. Итак, Катерина Коршун. Ажурный топ. Ну, Катя любит работать с вискозой. Это ее конек. И вот здесь такая красивая драпировка. Такая ажурная. Ажурные вставки. Ну, времени у меня такой свалять топ-джемпер нет. Но мне очень хотелось попробовать сделать такой палантин или шаль. Потому что сразу скажу, что техника, технология создания вот этой ажура отличается от любого ажура, который я видела. А я видела, поверьте, их много у других мастеров. И мне это понравилось, потому что можно создавать сетку такую достаточно прочную, но тоненькую и очень пластичную. Вот для меня вот эта фишечка была очень интересна в мастер-классе. И обязательно, Катя, я ее попробую осуществить. Этот мастер-класс, ажурный топ, все-таки для тех, кто валяет. Это не первая ваша должна быть вещь. Но, как и в случае с Аллой Малаховой, если вы уверенный новичок и только подбираетесь к одежде у Кати Коршун, очень подробные видеокурсы, вы точно справитесь. Агатовый жакет. Этот видеокурс мы представляли на прошлом шерстевале с огромным успехом. Катя тогда нам его презентовала. И много работ учениц в закрытой группе по этому курсу. Ну, посмотрите, какие красивые, стильные вещи получаются. Тоже много нюансов и авторских наработок. Конечно, уровень не совсем начинающего. Но обратите внимание, что здесь войлок шитый. Вам не нужно большой раскладки. Очень подробный курс. Вот. И потом вы эти детали будете сшивать. Тоже Катя объясняет и рассказывает, как работать. И показывает, самое главное, как работать на машинке. Вот. И если даже вы никогда не шили на машинке, на машинку у вас есть, вы точно справитесь под Катиным руководством. Ольга Гуляева представила на шерстевале новый свой курс «Жакет окрыляющий». Вот такая красивая бабочка. Но не обязательно бабочка. Это может быть и цветок. Но вот такой акцент на этом жакете сделает вас особенной. Посмотрите небольшое видео, как Оля демонстрирует этот жакет. Насколько он комфортен. Это, конечно, вещь со свободным облеганием. Носить его можно по-разному. Запахивать можно на разные стороны. И чтобы видна была у вас эта бабочка. И спрятать ее в зависимости от вашего настроения. Ну, я люблю вот лично такие вещи. Трансформеры, которые добавляют прям такую изюминку. Конечно, вы будете в нем особенная. Ну, и хороший здесь на любую фигуру. Да, и худеньким, и дамам с роскошными формами. Вот такой фасон пойдет точно. Здесь шерсть и вискоза. Ничего особенного из материалов. Мастер-класс подробный. Есть группа поддержки. Ну, скажем так, уверенно начинающий. И дальше выше. Если вы совсем первый раз, конечно, берете войлок и шерсть в руки. Мастер-класс этот для вас будет сложным. И еще два мастер-класса. Мастер предложил со специальной ценой. Очень комфортный. Это сарафан из серии фрески. Мы представляли его на прошлом шерстевале. Ну, и особенно полюбившийся джемпер травы. Такой летний, такой красивый. Тоже это уже у нас несколько шерстевалей назад. Мастер-класс мы представляли. Сейчас скидка здесь почти 50% на этот видеокурс. Посмотрите, какое мастерство работы с шерстью, переходами цвета, волокнами. Тоже у Оли есть группа поддержки. В разных цветах девочки делают эти травы. Поэтому рекомендую этот мастер-класс. Все-таки тоже на уровень не совсем начинающих. Но сам по себе мастер-класс не очень сложный. Здесь скорее вам нужно творчески выражаться, рисовать, создавать, подбирать гармоничные сочетания. Но в группе уже таких сочетаний много. Завершала наш вечер шерстеваля Мария Иванова. И она представила новый курс по таким веселым сандалям-босоножкам. В презентации эти были веселые такие крикозябры. Обувь по упрощенной технологии. Этот видеокурс Маша рекомендует тем, кто боялся начать самостоятельно работать с обувью. Но все-таки вы не совсем новичок, а держали в руках шерсть и валяли. Под руководством мастера, поддержкой в группе у вас точно получится летняя обувь. Вот из таких веселых крикозябр-заготовок. Прошлым летом мы представляли тоже летнюю обувь. Маша нам показывала вот такой видеокурс от балеток до шлепок. Это видеокурс уровнем выше. Если там можно было его рекомендовать смело для тех, кто уже валяет, но боится начать самостоятельно работать над обувью. Здесь 6 моделей обуви. И они, конечно, уже требуют некого такого уровня валяния повыше. Потому что здесь уже много деталей, здесь крой и много вот такой работы, которую надо кропотливо выполнять. Но результат 7 моделей великолепной летней обуви стоит того, чтобы посидеть и разобраться. Повторюсь, это уровень выше новичка. Это все-таки уровень валяющего и продолжающего. И обратите внимание на предложение Маши. Комплект из двух видеокурсов по летней обуви. Для тех, кто хочет глубоко погрузиться в тему летней обуви. И иметь у себя в арсенале массу моделей. Вот комплект с 50% скидкой. Можно до 17 июля заказать у нас в рамках распродажи шерстеваля. И еще один курс. Маши это пушистики. Это базовый курс по работе, по созданию обуви. Ну, не важно, что это зимняя обувь. Готовь сани летом. Просто здесь он очень подробно. И Маша его считает основным курсом для тех, кого увлекла обувь. Кто решил серьезно заниматься и осваивать технологии обувные. Ну, а сами по себе, конечно, модели очень-очень симпатичные. И Маша всегда следит за модой. И, конечно, они модные. Пять моделей. Видеокурс построен от простого к сложному. Постепенно усложняются модели. Рекомендую для тех, повторю, кто серьезно задумался об обуви. Поддержка в Фейсбуке и есть. Какие-то вопросы Маша отвечает. Сразу обратите внимание на этот курс. 11 видеокурсов от мастеров-профессионалов на любой вкус и цвет. Выбирайте. Выбирайте до 17 июля. И хочу еще сказать одну вещь. Если вы выбрали мастер-класс, хотите очень его приобрести, но не успеваете провести оплату, у вас есть еще дополнительные пять дней. Вы можете 17 июля сделать заказ, не оплачивая его, просто ввести свое имя и мейл. И этот заказ со скидкой у вас зафиксируется в системе. И на оплату у вас будет пять дней. Ваш счет будет действовать ровно пять дней. И по традиции коронная фраза Шерстеваля, которой мы обычно завершаем каждый выпуск с моим партнером Олей Антропой, директором студии «Шкатулочка» «Любите войлок так, как любим его мы». До новых встреч!